друзья очень много видео сейчас в интернете как народ находит какие-либо старые машины заводит покупает перепродает и что неудивительно я тоже этим занимаюсь очень давно это практически основная моя сфера деятельности такая из из хобби скорее всего то есть параллельно работе работа у меня связана с детей лингом я об этом еще вам расскажу попозже каких-то следующих выпусках а сейчас друзья хочу поделиться вообще местные ребята понятно все знают кто не местный наш эстонский авторынок посмотрите сколько стоят у нас такие тачки вот я открыл все машины нас во-первых аукцион на некоторые машины начинаются там же с 50 евро с 60 и иногда вот подобные машины как такой каблук допустим такой себе то есть молдингов нет где-то ржавый покоцанный с дырочками так до окончания осталось четыре дня 2005 год его можно там даже за 120 за 150 евро купить который пройдет даже техосмотр и можно будет кататься так вот вот для примера вам несколько машин 100 евро бита битая тачка с полу разобранным салоном продают в таком виде каком она есть но в описании написано что мотор работает коробка работает но и в принципе тачка на ходу то есть что-то видимо у хозяина раскупили а может они раскупили что у нас не сделал он здесь фары вроде в салоне разобрана при этом но 100 евро то есть ее можно эту машину купить в таком виде до ближайшего металлолома довести и заработать на этом 100 евро потому что примут ее примерно за 200 вот машина за 250 евро что с ней не так 250 евро течет прокладка головки блока в описании написано шкода 2000 года 14 250 тысяч пробег вот но допустим гольф ой аудюха за 300 евро а4 абсолютно целая на автомате с климой пожалуйста на спорт сидушках на v6 моторе даже для свапа то есть очень прикольно можно взять вот этот вот мотор полный привод не передний передний привод а ну коробка коробка глючная но все равно для свапа считайте вы берете мотор с блоком управления со всеми делами раскидываете все что нужно себе на металл за 150 и возьмут на металл даже может чуть больше и уаза 150 кутор со всеми делами так еще одна 4 потеряны ключи от машины но тоже восстанавливается все 300 евро народ так это стоянку мы знаем эта машина сто процентов ездит возможно даже есть техосмотр на вид шикарная тачка 300 евро представляете какие цены 330 евро зафира токс толкача заводится машина но все равно три соточки вас возит вас 360 евро 70 тысяч пробег пацаны представляете тахометр один чувствует уже можно брать и на гоночке сразу елки-палки вообще как драк тачки какой-нибудь бенза как обычно и 450 евро это точно донор крутой садись и едь заводится и едет задняя передача не работает но зато пацаны 170 киловатт 230 лошадей за 450 евро берем сап вытаскиваем мотор ставим жигу продаем застольник диски и отвозим его на металл на других дисках за 150 250 возвращаем считай за 200 евро такой может проект выйти ну да чинить такие машины нужно дороговато короче тачки дешевые из одной из таких машин я сейчас поеду стояла она около шести лет я ее даже не смотрел не глядя то есть мне знакомые предложили я ее посмотрел приехал ночью обошел круг он стоит стоит даже колеса не спущены honda civic honda civic за 200 евро вот короче сейчас поедем ее забирать попробуем завести она не заводилась по легенде лет шесть может больше может меньше я не знаю так мне сказали заведем покажу вам что это за машина такая за 200 евро ну в принципе я уверен что это что-то схожее из рынка 200 евро в их машин а дальше я с ней буду делать подготовку к продаже покажу вам рыночные схемы и какие-то идеи может для себя что-то отметите без какого-то специнструмента так что смотрим поехали пацаны вот и наша ласточка ну даже ничего хотя ночь ржавчины не столько было много пойдемте глянем вообще очень занимательного такая вся тема как ведро взять которая стояла долго машины кстати не так страшно чуть-чуть под заплесневшие чуть-чуть под заплесневшие пацаны чё будем заводить папа говна там всякого где щуп щуп я сегодня завтракал а вот он где было такое просто никогда не проверялась вот просто реально отстояла здесь вообще даже не капать смотри такой пластилин просто такой сироп даже не капает офигеть такая четкая линия литр смело можно долить но у меня нет где акум акум вот блин надо было кум взять конечно а вдруг он заведется он он хонды 100 лет постояла и так так и елки масло по работает прикиньте ну пусть постоит минутку а я положу пока по тачке а крокодилы были сюда чем багажнике полная дверь его ёппар сетт еще крокодилы по две аптечки хрена себе тосол наверное она его жрет ульфа за 200 евро да здрасте сейчас возьмет и включится эти его крепления нет изолента нифига себе прикольно так пацаны а вот наверно под нее да 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 нет зажигалка бабки 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 нет пусто струбцинки маленькие хозяйстве пригодятся аптечка здрасьте да 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 подписчики прикольно это понятно уже старая это все в помойку интересно капец нифига такой свеженький целенький у год и мебельщик вот это кстати офигенные штучки заглушки это просто необходимые девайсы елки-палки саморезики какой удобный чемоданчик вот это я удачно купил ой хотел сказать сейчас масло дольем не дольем о ребята 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 ко мне пришел дрон его говна то сколько да тут похавали машинку немножечко до зарядка книжка еще одна книжечка о калькулятор пацаны помните такой у меня такой в школе был елки-палки раскладной citizen с моря привозили мне офигеть хрен мы дин япон это партийный номер полгода вообще мне кажется реально меткой школе был со мной у кого был такой калькулятор like полюбас но даже не заклинивши ничего не понимается они поднимаются о так белзо дофига ну как бы на заводку должно быть но чаще нифига себе нифига себе вот это да вот это да а музыка блин а работает так нормально вообще офигеть вот хонды епошки а кабно да здрасте приехали хрена лысого вот короче че делать че делать Херась! Смотри, проще всего ручником. Поэтому первое дело дерни ручников. Дернул, не забывай поддерживать обороты. Главное! Не покалечь монолизу, ладно? Дерзай! В общем, да, еще один разочек заглохли. Почти сдвинулись в лужу. Выйти никак. Но регистр важно. Ну, а так полтычка заладится. Эээ... Уже нет. Для сводки на заблокированных колесах едем 40. Музыка с дверцами. Музыка с дверцами. Главное. Поехали! О, одно есть. Второе тоже. Пацаны, рубрика «Взгляд снизу». Но тут Хонда. Кстати, не все так плохо. С жавчиной тут все в порядке, она есть. Как говорится, проблема с жавчиной есть. Нет, проблемы с жавчиной нету, она присутствует везде. Все ребра, хоть и ржавые, но я поднял машину на все четыре оригинальных точки. Даже вот здесь все резиночки, все на своих местах, хотя просто все ржавое. Но целостность кузова абсолютно нормальная. Вот это, наверное, печаль, беда. Если вот захотеть поменять футбукс, я не представляю, здесь все одноразовое. Все вообще просто. Стабик, как бы все на своих местах, здесь он лопнуть должен, по идее, скоро. Здесь такой кусок металла вообще нормальный. Такое ощущение, что все оригинальное, пластмассочки такие. Интересненько, все, конечно, ржавое. Но при этом, нифига себе, Хонда. Здесь что, все заводское, что ли? Так, машине 20 лет. Запаска. Отсюда холодом веет. Так, здесь какая-то вставочка. Ой, тепленькая. Тепленькая, тепленькая. Так это, что, реально, что ли, заводской кусок вот этот? Даже не сильно, это и ржавый. Ну, смотри. Задняя банка фиг разберешь. Так, здесь все более-менее бодренько. Аморты менялись. Каябы справа, по крайней мере. Слева тоже. Блин, нифига себе, пульнички целые. Вообще, просто такие свеженькие, свежохонькие. Масло есть. Такое на вид старое вообще масло. Немножко замасленное. Или это я уже пока ехал, да вряд ли откуда. Ну да, почти высохшее. Его немножко растопило, видимо, пока мы транспортировались. Ну фиг знает, на вид нормально, все крепенько и ржаво, и в тот же момент на местах. Я фиг его знаю. Это как на остальных Honda я обычно машинка дофига покупалась, продавалась. Но я не любитель залазить под низ. Че, лонжи целые. Кстати, да, интересно идем здесь, такая коротенькая часть. Потом идем дальше на центр, и дальше уже рычаги. Да, пацаны, 200 евро, я думаю, нормально. Абсолютно нормально. Маслом закидает все. Стальное. И будет антикур... А, трубки, кстати, что, пластик? Просто навьет. Еще, да? Ну, у Honda была, по-моему, проблема, что у них гнило постоянно тормозную систему. Так это пластиковые трубки, нифига себе, вот от ада я. Прикинь, я не знал. Это круто. Защитка даже держится. Нормальная тачка. Я думал, будет хуже. В разы. Зачитка была сейчас, надо сразу сделать легкий ремонт. Короче, пацаны, у кого Honda, я не знаю, как она должна быть после 20 лет эксплуатации, какая она должна быть снизу. Можете написать, лучше у вас или хуже. По мне, так это, ну, в принципе, плюс-минус 20-летняя тачка. То есть дыр прям явных нету. Все целенько. Я даже потыкаю отверткой немножко. Ага. Ага. Ну, так. Все, ну, неплохо. Вполне. Это что? Защитка? Шагрычат, бам, все проткнул. Не, ну, в целом-то, чего? Здесь почему-то странно прогнило. В общем, здесь какая-то мастика заводская. Да и сзади нормально все. Лонжероны крепкие вполне. Да нет, я считаю, для Honda 20-летней вполне. Я думаю, она поездит, эта машина еще, как первая тачка, вполне подойдет кому-то, научиться кататься. Да и, в принципе, там ее обслужить и пару-тройку лет 200 евро. Пацаны, такие машины на дороге не валяются. Надо брать подушки целые, все целое. Едет, заводится, не передит. Тормоза работают. Хорошо. Работают. Интересно, да? Здорово, пацаны. Ну, прикольно. Так это здесь все так и есть. Резина нормальная, еще и маска. Можно зимой, блин, я-то подточил, зря, конечно. Ну, а что делать было? Колеса-то заклинили. Надо было добраться, расклинить их. Ладно, перед, зад поменять и будет булка. Это плохо. Это мне не нравится. Тут наши полномочия. Как бы все. Такие ребята у нас встречают с аппаратики. Недорогие. Есть еще и дешевле. По 100 евро попадались машины. И, ну, почему так дешево? Хотя я даже не знаю. Это мне кажется, не дешево. Потому что машина, на нее забили. Она долго стояла. Она вся грязная. Ну, как бы фары условно под замену. Капот под замену. Бампер под замену. И, скажем, вкладываться нормально, чтобы из нее сделать человеческую машину. Смысла абсолютно нет. Это прекрасно понимает хозяин. Ну, и в основном, как бы, меняют просто машину на более новую. И многим просто даже лень заниматься продажей машины. Особенно такой дешевой. Ее хоть как-то надо привести в порядок. Это раз. Отфотографировать, куда-то съездить. Поставить объявление. Потом ездить, показывать, пытаться продать. Такие машины обычно покупают. Приходят люди и начинаются качели. А есть ли у вас сервисная книжка? А почему продаете? Просто хочется сказать, что они совсем дурацкие. Ну, блин. Ну, просто она едет, тормозит. Все, супер. Ну, этого достаточно. Но сколько раз я сам тоже продавал. Было столько случаев застрелиться просто. Помню, продавал Peugeot 408. Отполировано, отхимчищено. Все сделано. Все, дизель, фаркоп на машине. 800 евро цена. А была ли она битая? А сервисная книга. А как вы так продаете без сервиса? Больной, что ли? Так что пишите, что вас интересует по подготовке. Какие аспекты, нюансы. Все это пройдем в следующем видео. И, соответственно, в этом же видео будет уже полный результат. Готовый. Тачка будет готова. До следующего раза. Покеда. Увидимся. Лайк. 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 Субтитры создавал DimaTorzok